Всем привет! Сегодня у нас очень интересное будет видео и будет оно посвящено новому карабину разработанному специально для практической стрельбы в классе PCC, то есть Pistol Calibre Carbine. Курбатов Arms. Вкратце расскажем с чего все это вдруг произошло и собственно опишем конструктив, эргономику, ну вкратце. Потому что со стрельбой видео будет следующее. Итак, рядом со мной сидит, кто не знает, Сергей Вячеславович Орлов, мастер спорта международного класса, сборник по карабину, сборник по ружью, чемпион мира по ружью. В общем, все возможные звания у него есть. Мой хороший друг. И скоро вы поймете, почему он здесь. Он здесь не просто так. Помимо того, что он владелец карабина, дальше мы расскажем с чего вдруг. Итак, что есть PCC? PCC это новый вид, скажем так, оружие, которое используется в практической стрельбе. Недавно он был принят как официальный, то есть теперь у нас есть пистолет, карабин, ружье в практической стрельбе и карабин под пистолетный патрон. Под него уже разработаны отдельные правила, которые имеют ряд нюансов и отличий как от карабинных, так от пистолетных, так и от ружейных. И по нему в следующем году будет проводиться чемпионат мира. В связи с чем, большой интерес к этому событию. Но на нашем рынке, к сожалению или к счастью, до недавнего момента не было доступных нормальных карабинов помимо Сайги девятки, которые можно было купить в этом калибре и использовать для этого спорта. Собственно, вот это моя девятка. Она здесь в прописи от Custom Guns. Кто смотрит мой канал, наверное, в курсе, как я с ней живу, что с ней происходит. В чем плюс этого карабина? В первую очередь его плюс это цена. Сайга девять стоит приблизительно 40 тысяч рублей в магазинах. Ну, естественно, в зависимости от магазина, от региона, цена может скакать. Но так или иначе. За эти деньги мы получаем абсолютно базовую модель, которая внешне практически ничем не отличается, кроме длины ствола, от пистолета-пулемета Витязь. Ну, со всеми вытекающими причинами, почему на него ставится весь этот тюнинг и так далее. Потому что в штатном исполнении использовать для спорта этот карабин практически невозможно. Соответственно, когда мы облепляем карабин тюнингом, его стоимость вырастает достаточно значительно. А учитывая тот фактор, что последний наш опыт показал невысокую живучесть этих карабинов. Открывается ниша на рынке, скажем так, для карабинов, может быть, более дорогих, но более надежных. Давайте теперь приступим непосредственно к теме нашего сегодняшнего видео, карабину от Курбата. Сразу же скажу, что этот карабин, это не серийная модель, точнее, есть серия, но она чисто была сделана для сертификации, я так понимаю, этого карабина. Всего их произведено то ли три, то ли четыре штуки, два из которых были выданы для ресурсных испытаний. Один под номером, собственно, один Сергею Вячеславовичу и еще один Игорю Казакову, который также очень известный стрелок, карабинщик и в последнее время один из топов именно в карабине пистолетного калибра. Их задача за этот год выстрелить, выстрелить максимум. Выявить все недостатки, особенности, чтобы с учетом этого уже произвести партию уже нормальных, адаптивных к карабину. Сразу же скажу, что конкретно этот карабин, это уже вторая итерация. Первый карабин, насколько я помню, был представлен на выставке охоты и оружия Arms and Hunting осенью. И там был, ну, совсем сырой прототип. Он выглядел некоторым образом иначе, чем то, что мы видим перед собой. И он вызвал достаточно большой интерес у стрелкового сообщества, потому что, ну, все-таки это отечественная разработка. Очень редко у нас что-то новое появляется на нашем рынке и в достаточно перспективном, интересном и быстрорастущем классе. Собственно, вот этот карабин, это уже то, скажем так, что было модифицировано с учетом пожеланий именно стрелков, Сереги в том числе. И теперь, наверное, Сергей расскажет, как, собственно, владелец, человек, которому предстоит из этого стрелять, что здесь воплощено в реальность, как бы от чего это все отталкивалось, что было взято за платформу и что от него, в общем-то, ждут. Сергей? Ну, во-первых, что самое главное, это карабин имеет эргономику идентичную AR-15. То есть ловер, приклад, высота планки Пикатинни, все идентично карабинам AR-15. Давайте сразу же я возьму... Ну, вот у нас есть ГАБА, да, ГАБАСА. Это мой ППО-140. Просто вот так поставим их рядышком. Я надеюсь, что зрители поймут общую логику. То есть стрелок, стреляющий ИЗА-15, вперед этот карабин и стреляет ИСИСИ, да, без особых проблем, да, без переучивания на предохранитель Калашовский, опять же, да, без всяких изменений вкладки и прочего. Поэтому, ну вот, так. Что у нас здесь есть? У нас рукоятка абсолютно идентичная AR-15. То есть можно менять любую AR-15 рукоятку ставим, да, без проблем. Приклад с другой ИЛИТАРИ, ставится любой телескопический приклад абсолютно, какой нравится по вкусу. Спуск, ударно-спусковой механизм абсолютно идентичный AR-15. Также можно приобрести любой спортивный, регулируемый, нерегулируемый, поставить и включить беспроблемный спуск, да. Ну, это огромный плюс, да. Это один из плюсов, потому что на Сайгу, на Калаше обычно ставятся спуски, там, спайки регулируемые, там, опиливают штатные спуски переделывают. Ну, то есть это требует неких сил. И причем бывает, что достаточно много сил на это уходят. И все равно, мне кажется, он до Гизеля не дотягивает. И все равно он, да, 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 и все равно с американским спуском его, ну, не сравнить. Особенно, если ты идешь на результат, да, в спорте, ну и все такое. Что еще? Посмотрим, предохранитель двусторонний. Предохранитель, да, ставится и односторонний, и двухсторонний. Ну, я прошу прощения, да, просто у меня на AR-ке он стоит уже тюнингованный двухсторонний. Да, сюда ставится все точно так же, как на AR-15. В отличие от тех образцов, что были на выставке представлены, здесь уже установлена расширенная шахта приемника магазина. Покажешь, может быть? А, да, магазины покоят вот с ID-9 по-фгановски у нас, да, вставляются, выпадают сами, то есть при нажатии на кнопку вброса. То есть сейчас пока этот карабин никак не модифицирован? Вот это то, что я получил у производителя, да, без каких-либо доработок, вообще, только поставил коллиматор, да, даже его еще не пристрелил. Вот, только из магазина. Сброс магазина под указательный палец с двух сторон для левши и для правши будет абсолютно одинаково, да. Рукоятка взвода либо с левой стороны, либо с правой переставляется туда-сюда. Затворная задержка также может переставляться направо-лево. Ход взвода затвора коротенький, только чтобы захватить патрон и поддать его в патроник. То есть взводится легко, непринужденно. А рукоятка... 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 Нет, рукоятка с затвором запчена. То есть при стрельбе рукоятка стоит на месте, не шевелится. Ну, в этой... Само-само естественно, да. Хотя, ну, то-то делает даже, что они здесь бегают. Нет, здесь рукоятка разобщена с затвором. Окей. Ну, смотрю, трубчатое цевьё. Да. В отличие от тех образцов, что были на выставке, здесь уже установлено трубчатое цевьё алюминиевое. Дульный тормоз, не знаю, будет ли он в серии или не будет. Не знаю, это вот сделали. Попробовать. Постреляем. Посмотрим, как работает. И тогда уже будет приниматься решение там комплектовать их или не комплектовать этими дульниками. Ну, соответственно, я смотрю, здесь есть что-то типа апера. Ну, здесь крышка, верхняя крышка, она имеет планку пикотини по всей длине и снимается целиком от начала до конца карабина. Ну, видео с разборкой будет чуть позже, в этом же видео, да. Затворная задержка работает таким образом. Вот так снимается. Вот так. Ну, если ибо ударом по затвору, то есть вариантов снятия затворной задержки. Я смотрю, товарищи из опен-класса сделали... Рукоятку сделали сейчас увеличенную, но штатно может комплектоваться и обычного размера. А она будет чуть короче. Нет, я к тому, что вот эти рукоятки же в основном ребята используют опытчики в ружье для того, чтобы вот эту часть ладони заводить. Да, 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 да. Совершенно верно. Вот. Ну, выглядит очень прикольно. Как так выглядит очень хорошо. Мне очень нравится. Вкладка прям очень хорошая, четкая. Да, скорее всего, я поменяю здесь приклад на Акпул свой сетер. А там может здесь состоит обычный на ней, да. Ну, соответственно, в порядку. В порядку, в порядку. Приклад я поменяю. Спуск. Спуск. Сейчас будем тестировать со штатным спуском, чтобы, ну, погонять. Спуск, да, потом будем менять спуск. Ну, скажу сразу честно, конечно, штатный спуск от Арки это очень тугая штука. Ну, это обычный. Обычный милоспековский спуск. Да, то есть, будем честны. То есть, по большому счету, надо иметь в виду, что, естественно, спуск хорошо бы поменять. Это относится к любому карабину на системе АЭР. Да, то есть, сейчас просто вот у меня буквально только что пощелкали вот мою арку с Гизелем и пощелкали вот этот. И я вспомнил, как это было изначально. Это не рабочий вариант абсолютно. То есть, может быть, его можно подпилить. Ну, вот сейчас он у меня заполирован, в принципе, работает более-менее. Ну, я пока постреляю в таком исполнении, чтобы понять нам ресурс, работоспособность и все прочее. Окей. Здесь принцип автоматики какой? Принцип автоматики. Свободный затвор. Свободный затвор. Все тоже самое. Все тоже самое. Но я так понимаю, судя по тому, что сверху здесь нет ничего, здесь возвратка. Возвратка. А, ну, наверное, мы это посмотрим дальше на видео с разборкой. Да. Окей. Ну что, как первое знакомство, я думаю, описали все понятно. Вот такая вот очень интересная штука. Будем думать и гадать, когда она выйдет. А сейчас, наверное, начнем его разбирать. Да. Итак, для разборки карабина нам необходимо утопить вот этот фиксирующий пин каким-либо подручным инструментом. И при этом одновременно нажать крышку назад, сдвинуть назад. Утопили, сдвинули. Теперь еще сильнее двигаем крышку и поднимаем ее вверх. Крышка снята. Далее. Утапливаем шток и поворачиваем его на 90 градусов, чтобы вывести из зацепления затвором. Вывели. Затвор у нас освободился, но вынуть нам его не должно быть буфер, который мы тоже должны вынуть. в полиуретановый буфер, извлекаем, извлекаем затвор. И, в принципе, для очистки этого достаточно. Дополнительно можно извлечь пружину со штоком. Вот это есть неполная разборка. То есть, как видим, количество италии не альчура. Разбирается буквально за полминуты. Как это так? Видно как раз то, что лобер нанорочный. Видно, что лобер нанорочный. Штатный МСМ, да. Тут. Металло там оставлено. Как уары. Да. Оправляющие. Доправляющие. Доправляющие. Оправляющие внутри всего. То есть, вот. По поводу опасения того, что невозможно чистить с дульного скользенной части. Ну, гибкий шомпол. Ну, как гибкий. В полгибкий, да. То есть, он сюда нормально входит. Можно чистить с дульного среза. Если уж совсем хочется перфекционизма, то можно снять приклад, расстрелить в трубе дырочку и чистить через дырочку по оси. Ну, и направляющие будет, наверное. Да. Он же будет в качестве оправляющие. Я, когда дело дойдет до чистки, я попробую это сделать. Сейчас, пока я из него еще не стрелял особо. Поэтому чистить тут пока нечего. Давай посмотрим, как вот эта штука выглядит. Да. Этот затвор выглядит, ну, выглядит как кусок. Ну, экстрактор. Да. Экстрактор мощный, надежный. Ну, собственно, и он весит. Отпружиненный ударник. Да. То есть, все как... Ну, да. Такая штука. И я смотрю, памятуя о недавних событиях, здесь на затворе две, скажем так, точки контакта с направляющей, для того, чтобы не было перекоса затвора внутри коробки. И, чем самый прикол, это Серега вот за кадром мне сейчас сказал, и честно сказать, мы вот этот кусок доснимали, вот эти вот направляющие, они стальные. Я думал, что они алюминиевые, по факту они стальные, прикрепленные на винты к ресиверу. И толщина у них просто неимоверная. Я не знаю, сколько тут миллиметров. Ну, три, наверное, есть. Три миллиметра, наверное, точно. Да, то есть, эта часть точно вечная. Да, окей. Окей. И крышечка вот интересная. Крышка имеет... А, я понял. Она просто расцельная. Она просто... Вот эта часть упирается в затвор и его отводят назад. Дальше за затвор уходит сам, без прикола. Как-то с этим штоком. Крышка... При установке крышка у нас держится в трех местах. Впереди, в центре два упора и сзади фиксатор, да. То есть, это вполне одежно и... Ну, для этого карабина в этом калибре, на этих инстанциях, этого, я думаю, будет вполне достаточно. Понятно. Ну, прикольная штука. А из чего лисею? Алюминий я потерял, к сожалению, не могу сказать. Я просто не производственник. Да. Я умею стрелять. Окей. Я умею стрелять. Хорошо. И скажи нам сразу, а стволы здесь какие? Они... Хром, карбонитрат... Стволы производства Curbato Farms, стволы карбонитрированные, не хром. Какой, примерно, ресурсы не занимаетесь? Вот, ресурс мы сейчас заявим, когда испытания. Какой они бы ресурс хотели получить? Ну, я бы хотел получить, ну, тысяч сорок на ствол. Ресурс я хотел бы получить. И перествол они тоже могут делать? Ну, перествол проблемы нету. Они... Производитель... Производитель всегда может свое оружие ремонтировать. А, ну, собственно, это, кстати, под Москвой? Для Москвы, Московской области и ближайших регионов, да, это не составит никакой проблемы. Пульник съемная, резьба 16 на 1. Такая же, как на 2. Шаг 1, да. Такая же, как на 2. Резьба абсолютно. Ну, для унификации, потому что пульников для САГИ-9 уже появилось много. Поэтому, чтобы снова не изобретать новые дули и новые дули устройства, резьба сделана такая же, как на НСАГИ-9 16 на 1. Прикольно. Окей. Какая ориентировочно ожидается стоимость этого карабина? Какие желаемые производители закладывают? Опять же, я не производитель, я стрелок. Ну, я не могу сказать, какая стоимость. На выставке заявлялось в районе 100 тысяч. Понятно. Поэтому, ну, я просто сейчас скажу, да, а потом откажется, что стоимость другая. Ну, я не готов. И все будет обидно. Да, всем будет обидно, и все скажут, ну, что Орлов обманул. Понятно. Поэтому, я не могу сказать то, чего не знаю. Понятно. Ну, отлично. Хорошо. В общем, ребят, вот такое как бы первое введение в эту штуку. Я надеюсь, нам удастся в ближайшее время с нее пострелять. Смотрите за обновлениями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Пока. 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 Пока.